Если погружение занимает порядка 10-15 минут, то подготовка длится почти 2 часа. Много времени уходит на то, чтобы прорезать майну, так как водолонгисты называют прорубь. Температура воды на озере глубокая, 10 градусов. Это теплее, чем в предыдущие годы, рассказывают подводники. Обычно термометр показывает плюс 4, плюс 6. Впервые сегодня под лед погрузился Владимир Хасанов. Поводом послужило два события – День защитника Отечества и годовщина клуба «Бентес». Ощущение, что к этому озеру все-таки недостаточно хорошо относится. То есть рыбу вот я не видел. И достаточно вода все-таки не такая чистая, как бы хотелось. Хотя это озеро, оно всегда у нас слабилось. Клуб «Бентес» подводники-любители организовали 37 лет назад. И по традиции в 20-х числах февраля дайверы приезжают на озеро глубокое, чтобы испытать себя. Ведь зимнее погружение дается гораздо тяжелее, признаются спортсмены. В летнее время, если у тебя паратура не выдержала или отказала, ты можешь подняться в любом месте и выйти на поверхность. А в зимних условиях мы привязаны к майне, то есть к той проруби, с которой мы уходим под воду, привязаны только веревки. Ну и очень важно, чтобы страховка стояла налаженная, и чтобы надежный человек был на этой веревке, и чтобы узлы были все завязаны, как положено, по инструкции. Пока мужчины ныряют и покоряют глубину в 12 метров, женская половина готовит блины на специально привезенной из Кольского полуострова Сковороде. О-о-о, традиционный блинчик. Ребята, 37-й блин на этом месте, на льду в озеро глубоко. Погружение считаем в блинах. А представители русского географического общества, которые недавно покоряли Онежское озеро в Лагодской области, блинами никто не баловал. Там казанские аквалангисты обучали новичков о зампогружения в суровых климатических условиях. Аквалангисты под водой работают от 40 минут до 2 часов. Их задача – это полностью уметь снимать с себя оборудование, передавать оборудование, работать со всем имеющимся у них оборудованием, со всеми газами, которые они с собой берут. Профессионалы отрабатывали аварийные ситуации на небольших глубинах. Сильный ветер и мороз усложнял работу тем, кто находился на поверхности. Тем более комфортно себя ощущали подводники, ушедшие под лед. Как говорят обучающие, после таких тренировок аквалангистам удастся совершить самое глубокое погружение под лед.